всем привет давно ничего не снимали так как было много монтажей наконец-то не все закончились майские соревнования из берска наконец-то все смонтированы как кстати вам выступление девчонок ребят ну конечно же нашего димочки а у нас было две недели с машей в отпуска она не тренировалась две недели я тренировался но вторая неделя выдалась очень жарко и даже сейчас очень жарко на улице порядка 33 градусов я тренировал всего два раза но за это время я успел вырвать 105 сегодня мы снова возобновляем тренировки вместе с машей также к нам придет еще дима иванов сегодня будет очень веселая тренировка единственно будет на она очень тяжелая потому что на улице жарко соответственно и в зале очень жарко я уже по традиции как два года назад начинаю снимать подводку выходя из подъезда прям даже некая ностальгия раньше шел снимал единственное сегодня много поднимать не смогу ну точнее даже средние сани знаю пойдут у меня нет что воспалилась связка на колене и все скорее всего работать не получится не знаю разомнется колена нет но по ступенькам даже спускаться так себе вообще было не очень сейчас как бы за день вроде бы как полегче полегчало спине мобильности больше и как-то не знаю сил больше надеюсь что концу лета все-таки окрепно и буду уже поднимать уверенней вот большие надежды на машу что она все-таки захочет поднимать красиво будет стараться это делать ну и дима сегодня посмотрим что он расскажет свои планы будущий сезон планы у него очень грандиозных конечно масса привет как дела прям предчувствовала что-то с камерой будешь почему не знаю почему то шла и прям уже представляла что ты мне будешь снимать а это плохо что ли просто бесишь меня опять нервничать посетите писю песню на тренировках игры что я не стараюсь что я не не хочу и меня это еще больше бесит и вообще в принципе о маша занервничала наушники полетели ты не нервничай ты как вообще соскучилась по штанге вот не поверишь нет иду вот на автопилоте почему на автопилоте ну значит что-то тебя заставляет туда ходить до результат который получаю виде подкачанных ножек ручек как бы как у нас говорила это знаешь девочка которая сейчас на рублевке живет пофигу можно быть и чуть-чуть жирной главное чтобы спортом заниматься чтобы хотя бы это как бы вот более-менее прилично все это смотреть чтобы не висел на колене что чтобы на колене не висела вот у нее краски на колене не висела но она такая достаточно пухлая была но при этом угадай кто еще сегодня будет масленникова нет а это был уже с нами кто-то да егор что ли нет здесь что ли нет а надо стать уже женатый егор уже родивший денис уже закончивший вуз дима иванов да 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 вот так нас обласкали дима что ли да но что-то его прелести нету походу он еще не приехал продал камаз купил не он все не работал забыл сумку взять сейчас сначала поедет за сумкой а потом поедет к нам и даже почти месяц с нами быть тренироваться наверно а почему он тренироваться тобой то что нгту закрыли а потом а потом ну да так что это все не дима нас порадует своим хорошим настроением вы увидите похудевшего диму какой он летом стройняга он слил нормально так весит где-то 82 83 сейчас вы не представляете как жарко я зашел у меня уже по у нас по телу все тело будем надеяться что все при виде димы перестанут дышать и воздуха будет немножко больше а и кондиционер там появится если дима и мне кажется лично подойдет и попросит то может и пост ему могут и не отказать то я буду очень на это надеюсь маша уже распаковывает быстрее не до кирюши достать о маша тут прохладнее вроде даже но попрохладнее чем на улице точно маша абонемент на три месяца будем брать или на месяц на три на три куда ты денешься ноги-то сами идут мы с машей сделали кардио умерли маша как тебе кардио ужасно почему я все потные мне прям неприятные ощущения такие прям мы тут как в инкубаторе только мы не только мы не курочки приседать не очень комфортно мне сегодня колени как бы маленькой щелкает но на велике гребли прям хорошо размялась и прям даже вот это не ноет как-то разогрелось что ли ваша неделю отдохнулась и не такой свежак должен у тебя быть ты чё заводи куда надо сразу она и не пройдет надо заниматься чтоб прошло прикинь знаешь что я тебе скажу с грыжей тоже надо было понимать даже еще больше поднимать я занимался я только острый период не занимался когда встать с кровати не мог зря вот надо было и встал бы а потом начал с гимнастикой и вот все штангу поднимаю 105 порвал колено заболело серьезно весна начинается только лена стреляет и спина то и маш колено заболела вообще просто так на пляже так что не надо придумывать да 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 вы не представляете как жарко вот эти рейки текут просто вот маша даже сухая почему-то а я просто утерла уже все девочки до спина не мокрена ух как топло еще разок давай как вам машин взрывной рывок чё там взрывы тренировала дом как ты это делал и ученики где за столом мастерство не пропьешь маша две недели отдыхала так никогда не прыгала как сегодня прыгает а посмотри как она на 35 будет прыгать но сейчас красиво конечно маша ну красиво ну просто шик и балет красота что теперь между тренировками будем две недели делали да это было бы идеально господи маша так никогда не поднимала даже залетает хорошо ого маша все-то всегда тебе так и будет делать насколько сил хватит нет ну ни одну тренировку не так делать лучше нет меня загонять не будешь владимир Васильевич говорит что ты меня загоняешь на веса я устаю я тебе не загоняю ни хрена потом не могу ага он тебя там не загонял блин по батареи кидали нет вот так не плохо нормально продолжать продолжай с нами быстро работай Маша ну раньше так точно не рвала просто ногами стала ее выталкивать а что до этого мешало? силушки не накопилось а сейчас что там накапливала все две недели? в следующей отдохнула сила накопилась и я поднимаю на следующей тренировке не уйдет? не знаю перепишите подписчицы Дима пришел к нам тренироваться я здесь Дима где твои щеки? щеки нет где твоя жопа? жопа осталось только поменьше сюда можно? да, да это наша полочка а, мы десятками так находимся да, да, да мы только десятками пользуемся понял ну че, как дела у вас? нормально я говорю, единственная связка вот у меня заболела и я сегодня не могу нормально тренироваться болит прям мне даже в твоем вот этом пинте я три года не тренировался ни капец не уютно в нем но легче смотри как Маша после двухнедельного перерыва смотри как ногами стала работать я в шоке да, да такого не было сто процентов даже того сколько не было Диман выкругивать лучше стало ноги, ноги заработали только не работали, ноги заработали слава богу посмотрите какой Диман маленький стал он уже был гораздо больше килограмм на 9 наверное сейчас Диман покажет как надо рвать да Диман, какие у тебя планы на следующий сезон? подписчики интересуются 96 категория 150-180 классика на соревнованиях мне кажется мало что-то ну ну это то что я обязан поднять а там дальше посмотрим если толкать научусь толкну больше мне кажется и рывок больше ты в этом году 40 это был не предел мне кажется был не предел надо было 45 да на Воронина будешь готовиться как там Владимир Васильевич говорил помост 70 да? как не подойду все время 70 понимаешь хе-хе-хе ну что Диман диски все такие же легкие хе-хе-хе вот сражь танго вот такая же Тяжелая ну ну чё дело вовремя самое главное чтоб не останавливаемся занимаемся Да, мы сейчас тренируемся так, чисто по лайфу, если чувствует, что не идёт, мы просто это не делаем и всё. Летом можно. Ну а Маша всё бомбит вовсюду. Две недели человек отдыхал. Две недели это много. Валится, валится. Самые тяжёлые 90-е. Да, зима. Только урони, будет пинать под жопу тебе. Иди ты. Быстрее садись. Два, всё так и не садишься, ни хрена. Не садишься. Полуприсед рвёшь. Ты его далеко от себя держишь, потом её прямо это... Я выкидаюсь. Ну и техника не поменялась. Так всё, я и стал. Ничего не поменял. Ничего не поменял. Дима, неисправим. Не-не-не, не надо. Ты понимаешь, как у меня на пусте техника была? Лучше не напоминай мне. Как я толкал. Ужасно и мало. Ногу убрал, салат, чёртку толкнул. Я помню, он пришёл на первую тренировку, там, что-то начал приседать, у него ноги как нахрен свело, он идти не может. Чёртку килограмм я приседал. 140? 140. 40, обычному. Да он пришёл, он весил 60 с чем-то. Короче, год не тренировался вообще. Пришёл, весил, там, 65-66. Косилище подхожу, говорю, вот я штангист, он говорит, ну ты штангист, ты чё, ты себя видел? Ты чё, лёвый. Убля, ну ладно, глядя, глядя, штангетки-то хоть есть. Да всё есть. Всё, как бывает. Подхожу к нему, говорю, что мне делать? Он мне план написал, вот такой показывает, вот видишь, первое, ну читай. Я говорю, приседали на други быстро, он такой, всё, давай, быстро, такие на 7. У Димана там все ноги порвались сразу же. Ставлю, у меня ноги всё отказали, такие вот так. Они твёрдые, я сожить не больно. И тебе, ты домой пошёл? Нет. Я вас сили, что-то, подходи ещё. Я подходил, я всю тренировку сделал, вот с больными ногами. И потом мы с тобой пошёл. Потом мы с ним познакомились как раз. На следующий день я чуть не помер от боли ногами. Не, мы с тобой первый день познакомились? Ну я говорю, во время, вот когда я ему ноги свело. Чего за дядька недовольный сидит постоянно, а? Слышь? Он единственный был, короче, в одежде, ну в смысле в кофте и в штанах, как полагается. Единственное. Ну что за дядька, профессионал какой-то, что ли. С чем с ним познакомились туда-сюда. Но тренироваться вместе мы стали не сразу, это точно. Мы стали к декабрю вместе тренироваться. По-моему, даже после, что ли. Вы потом с Русей вместе. Дима, скажи, плюсы вот у Кирилла, как у тренера. Какие у него плюсы? Плюсы, как у тренера? Ну, он видит ошибки, те, которые, казалось бы, я уже исправил, но тем не менее он их все равно видит и говорит, что там отбиваешь, не отбиваешь, а я думал, что все нормально. Второй плюс, план у него классный, мне очень нравятся планы его. Чем? Ну не знаю, как-то они рабочие, понимаешь, мы уже сколько лет с ним занимаемся. А, ну в смысле, что результат есть? Да, результат есть. А минусы у Кирилла? То есть иногда я не согласен с этими планами, да? Но тем не менее, как бы это все рабочее. Вот, минусы, ну, губницы немного. Ну, так-то все, больше нет минусов у него. А он тебя не демотивирует, Кирилл? Ну, от своими комментариями, каким-то обратно связь, что это можно было как-то по-другому сказать? Нет, ну, Дима обижался. Ну, я обижал пара тренеров, даже не тренировался со мной. Да, ну, да, не тренировался. Бросил, ушел, там, что-то свое делал, там, когда шмунг ты хотел делать, свое там, лепил, ходил. Я не буду толкать, я буду швунговать. А я толкать не умел. Когда начал швунговать, уже чуть ли не свой рывок, но потом понял, что надо толкать. Ну, научились толкать, потихоньку отрывать. Короче, Кириллу надо мальчиков тренировать, девочек не очень тренируешь. Без разницы, кого тренировать. Ну, я с ним КМС поднял, и мастера. А, ты КМС тоже с Кириллом? Ты не был КМСом? Да, выводил, кстати, тогда тоже его голубянку. Да, Кирилл на работе был, голубянки не выводил. Нет, мы когда поехали на Кузнец, я Кириллу говорю, он, блин, как, ну, совпало. Да, на самом деле, Дима, там, вот теперь, вот, сейчас, поехал, выводить опять. Я говорю, надо массово по-любому поднимать. Там все было очевидно, но в Кузнецке мы бы вывели, там даже Маша бы тебя вывела бы, блин. Там было очень очевидно, ну, Денчик как бы взялся, я даже и не лез только, только считал походы там, у нас там все сложено было, я там еще контролировал, потому что, блин, ну, дурое соревнование было не очень, мягко говоря. Ну, максимально, вот, именно в Новокузнецке вообще максимальная подготовка была. Я когда туда ехал, я был уверен на все 100, что я его подниму. Для меня было главное залезть в категорию, я переживал, что не залез. Ну, как бы залез вообще с запасом. Дима, подходи, отставай еще. Спина не держит. Дима, садись быстрее. Первый даже не в сет был. Первый был не в сет. Встанай, будь сидит, но она меня давит. Ну так ты сядь. У тебя сейчас сет хороший стал. Ноги-то отлили, у тебя нормально. Сет твой, ну, смотри. Сейчас, погоди. У меня сет-то хороший стал. Ой, ты не выпендривайся, а. Ой, я удивлен. Такая растяжка. Не ныряй вперед. Держи локти вверх, локти задери. И держи их. Нет. Давай представим, что здесь 150. Давай представим, что здесь 150. Ладно, 150. Волнение тебя накроет, нет? Нет. Какое волнение? Здесь же не 150. Давай сейчас красиво. Вот, иди. Не было всех. Ну, не было всех. Я все равно не лезко себе. Диман сказал, что научился толкать, пока тренировался без меня. И сейчас покажет нам, как надо толкать. Диман, без ног было. Диман, побольше ногами на взятие работай. Блин, оно спиной махнуло, блин. Еще больше ног надо дать. Их нет. Как там, Маша, сказала, задница уже висит. Ну что? Чем ты это делаешь? Мы дожили, когда мы снова с Диманом зарубаемся. Хоть в каком-то упражнении. Дима в этом упражнении никогда селён не был. Сегодня мы будем зарабатывать с ним. Не, он тебя молодец, конечно, выбрал. Жиме стоя. Я никогда не любил сжать с тобой, ребятки. Ну, вообще никогда. Я максимум нажал килограмм 80. Вообще. Диман, ну когда для 160 толкал, ты явно больше мог сделать. Мог, ну, я не пробовал. Максимум 80. Вот сейчас попробуешь. Давай, начинаем 50. Это мы специально поменьше начали, чтобы интереснее смотреть было. Я бы с 40 начали сейчас. Сорока. А ты, полтинник, полтинник, конечно. Читилищ. Я говорю, две недели сжал, плечики подкачал. Читилищ стоили. Можно начать 50, 70. Я говорю, не смотри, не жалую. 50, 70, 90, 110. Пойдёт так? 50, 10. На пару раз пожать для разминки. О, это смог. Всё, хватит, а то встанешь. Всё, кстати, всё возможно. Сейчас, сейчас Кирилл будет подходить на 50. Не, ну он 4 жестко, конечно. Я сегодня сжал 70. Он сжал 70. Давай. Сейчас уделает меня влёгкую. Не, ну он объективно, увереннее жмёт. Это факт, по-любому. Что, 60, да? Да. 60. Это просто мега-заруба. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Когда мы с тобой последний раз зарубались, когда на лягушке сидели на время? Не, я помню ещё, когда мы начали, по-моему, в сторисы когда снимать, мы с тобой зарубались, если ты не помнишь, что в этой швунге с плеч. И я тебя тогда уделал со стоек. Швунговали, да? И толкались с плеч. А, толкались с плеч. Толкались с плеч мы тогда. Именно не с груди, а с плеч. И я тогда, ты, по-моему, 30 толкнул, а я 35. Ну, год три назад, да? У везде есть эти видосы в сторисах. Я не знаю, навряд ли их найти, сильно долго искать. А, ты ещё на домофон там снимал. Да, на домофон снимал. Сюда, погнали. Ух, давай. Жми пасту. Руси не хватает. Хватит, хватит, Димана, толстанешь. Да, сейчас Килюшин подход. Не, 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 Килюшин. 70 на 1, это точно. Давай, настройся. Да, я даже настроил вас. Давай, даже отходить, переход не буду. Опачки. Не, я делаю на 2 только для того, чтобы немножко... Растянуть. Да, растянуть. Я размятый. Вес, по сути, небольшой. Ну, по сути. Вообще ни о чём. Как бы от него ты не забьёшься, сделаешь на 2 или на 3, поэтому как бы... Давай 70 на 1. Ну что, мы пока почти на финале уже, зарубы. Я впервые за последние лет, наверное, 7. На 70 настраиваюсь. Давай, главное, не перегори, Диман. Дело, чтобы меня сейчас никто не смотрел. Ну, кроме меня. Вы посмотрите, кто в зале. Погадайте, сколько Диман взмёт. Ого. Но опускается она довольно легко. Кирилл говорит, самое интересное, это будет максималка. Но я-то знаю, что он мне просто хочет уделать. Вот и всё. 70. Он прям тяжёлый уже снимаешь. Да как будто ты это. Не, реально. Можно 80 поставить. Не-не-не, 75. Я 81 раз жизни снижал. Давай 75. Посмотрите, как он настраивается. У меня ещё горло болит. О, отмазки пошли. Ночью жарко было. Пил холодную минералку. С холодильника, прям, ледяную. Какой-то послушал, с горло болит. Ты давай зубы не заговаривай, жми давай. Да. Давай. Минералку он там пил. Ну, серьёзно, третий день болит уже. Ну что, 75. Так, Диман, на 75 никогда не настраивал. Что-то, Диман, походу это предел. Ты там изогнулся весь как ненормальный. А по ощущениям, что-то легче даже 70 было. Да ты чё? Ты, может, остановился по-другому. Наверное. Ну, я, говорит, её пожму. Вот так он мне говорит. Специальное дело, чтобы я выдохся. Потому что я вообще не такой вылоксливый. Ну, давай. А руки-то сомнились уже, я чувствую. Да? Не, у меня нормально. Ну, чё-то, я даже не знаю. Я думал, Кирюха фаворит в этом деле. А чё-то, чё-то тут спорно. Чё-то, чё-то, чё-то по руке. Давай, Диман. Он тут снова начал зубы заговаривать. Наша, смотри, он улыбаетесь. При вкушении. Не, ну, как думаешь, за кого Маша болеет? Маш, ты за кого болеешь? Секрет. По-любому за меня, блин. За кого ещё? За меня все подписчики болеют. Подписчицы. Ну, тоже возможно. Да давай уже. Бери, жми. Усрался, Берить, усрался. Диман, теперь мне усраться придётся. Она тяжёлая. Диман второй раз в жизни пожал 8. Поздравьте его в комментариях. Она была самая тяжёлая среди всех остальных. Не, ну, у Кирилла всё равно полегче было. Как-никак. Диман, походу сейчас мы закончим. Слушай, так если мы оба не пожмём 85, получается, ничья? Давай, стоп. Если чё? Если я её сейчас пожму, у тебя были очень мало шансов. Но. Очень мало шансов от того, что я её пожму. У меня будет дохера мотивация её пожать. Маше стало интересно. Ну чё, Маша? Кто пожмёт? А ты нежал же ещё этот Герит, да? И он нежал, да. Вот это вот, да. В следующий 80. По 80 мы подали. Ну давай, Дима, с разгона её. Маша, ты за кого болеешь? Ну, конечно же, за дружбу. Понятно. Давай. Да, погоди, дай носки. Дави пасту. Как на соревнованиях надо настроиться. Всё нормально будет. Не, 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 это больно не надо. Заслезь на них, ровно. Вот это настрой, Бер. Ну пошла будем. Давай, Диман. Всё, Диман, стай. Оно вообще не идёт. Давай, ты следующий. На. Оно вообще не идёт. Оно вообще не идёт. Я думал, за счёт пирожа вытащи. Тебя будем сказать, что я дрищ. Нифига ты дрищ. Передай привет подписчикам. Подписчики, всем привет. Сегодня мы, короче, с Димой зарубились. Победила дружба, как Маша завещала. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, обязательно комментируйте. Я читаю комментарии. Ты смотришь хоть видосы? Я смотрю, обязательно. Ну всё, пишите, Дима обязательно посмотри. Я сам комментарии редко оставляю. Я видосы всё, смотрю, лайк ставишь. Лайк ставлю и комментарии читаю, которые пишут, ребята. Сейчас несколько делаю. Только захожу, смотрю, а потом через недельку захожу и комментарии читаю. Ну ты красавчик. Вот так же делайте. Ну что, у нас пятница. Мы тут с Димой опять зарубаемся. Снова. Снова в жиме. Единственное, Дима будет брать на грудь и толкать. Но он говорит, что это так легко. Взять, говорит, и толкнуть легче, чем со стоек. Да. Почему? Не знаю. Я так себя увереннее чувствую. Ну что, что это тебе способствует? Ну как, как обещать то, что я... Смотри, я со стоек максимум толкал 140. А классика 165. Как это это объясняется? Значит, значит, я не умею толкать. Как говорит Владимир Васильевич, уроды вы, уроды. Давай, покажи, как надо. Дима, мы же пожать договаривались, а не толкать. Почему? Я не толкаю. Ну давай. Ой, тяжело. Дима, не будет. Даже 80 не факт, что будет. Не знаю. Что-то прям совсем тяжело было. Прям нормально было. Охота, да? Я вам сейчас буду сниматься. Давай, давай. Мы ждем, мы смотрим. Подписчики ждут. По ноге потечет. Давай, 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 давай. Пошел проверить, подготовить. Давай, соберись. Слушай, ну легко, легко. Вообще, максимально уверенно. Уже, наверное, опять произошла. Давай опять сюда. Не, уже не хочу. Ну что, дима сейчас. Возможно, меня догонит. Он уже смеется. Дима, готовиться как на 150 не будешь в 3 часа? Ну давай! Ё-моё! Дима, опять ничья что ли? У тебя она была легче, ну объективнее, если смотреть. Но я её пожал, так же как и ты. Короче, у нас будет вечная ничья. На следующей неделе мы ещё раз попробуем, да Дима? Да, 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 обязательно. А ты напиши в плане немножко в среду. Да? Как раз через тренировочку остановимся. Добро пожаловать в понедельник. Завтра шашлыка поедим. Да. Кирилл всё-таки решил подойти на 85. Я считаю это верное решение, потому что 82 была. Она была уверена, понимаете? Если он сейчас 85 пожмёт, ну тогда и мне придётся. Давай, Кирилл, мы за тебя болеем. Медлазм, а то на 2 килограмма, они прям лишние. Диман, ну это как старые добрые. Дима, ну ты был ближе, чем я точно Я думал, что ты уже выжмешь сейчас ее Что вы скажете, свое оправдание? Я был максимально уверен Диман, оставим вас еще неделю Я когда за нее взялся, думаю, по-любому Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!